Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала. Какая картиночка такой, да? Синенький, бирюзовенький компьютер, все как положено. Цимус, еще раз доброго здоровьи, чистка печени, помощь новичкам. Вот пользователь написал. Я вообще к ниже следующим видосом, вернее сообщением, отношусь со своим пониманием. Скажем так, тема очень необычная. Это на самом деле есть, хотя на самом деле есть, но это все очень необычно. Но тем не менее, давайте приступим, тогда она как-то лучше прояснится, что там необычно и прочее. Итак, пользователь пишет, Благодарю за ваше видео про чистку печени и про писание моих чисток печени. Ага, это опять Михаил. Еще хочу добавить про мою чистку печени. Я в первый день чистки печени видео все из раздела плейлист чистка организма просмотрел. И это так и надо сделать. Надо прочитать, просмотреть, чтобы у вас в сознании возникла картина, что вы собираетесь сделать со своим организмом, что вы получите. А вдруг если пойдет не так, как вы думаете, кто что применял и прочее, прочее, прочее. Это очень важно. Молодец Михаил. Где ГП дает советы и нюансы разъясняет. Далее смотрел видео и Эдуарда и Сергея Матвиенко. Их опыт тоже для мотивации до чисток печени книги ГП читал из раздела библиотека сайта Малахов про и коменты на ютубе читал под видео чистка печени. Правильно, вот это и надо делать. Надо делать. Плюс было вчера продолжение про желудочно-кишечный тракт видео просмотрел листы. В скобках там ГП все их виды описал кратко, где они обитают. Сразу лайк поставил, ибо заметил, как только каждый день лайки ставить. Стал сразу более чем тысяча подписчиков прибавилось с момента моего первого визита на канал, что меня радует. О, легкая рука у Михаила. Значит, естественно, я кратко описал наиболее распространенные виды глистов. Там их, ху-ху-ху-ху. Итак, после видоса про глисты пули, пошел в аптеку и купил уже глистов не декарис и не вермакс, они импортные, дорогие. А вы знаете, вот как я решил узнать, кто там использует, какой препарат, ну, от онкологии какой-то, тоже на ВЭЛ он там назывался. Ну, и посмотрел его состав. Су-ли-има с разного рода добавками, которые смягчают ее прием. Так вы и посмотрите, что такое там вермакс, что это там такое, декарис, вермакс и так далее. Что там в составе входит? Это станет ясно. А взял уже от всех видов глистов другой препарат, кое еще не пил. Пирантен. Он дешевле отечественного. Пил сегодня ночью. Я сова. Значит, смотрите, ну, взяли, так взяли, ладно там, что там взяли. Опять-таки, вот желательно посмотреть, какие действующие вещества в нем. Чтобы у вас было, знаете, вот опять-таки понятие, что он предлагает, грубо говоря, космические технологии для изгнания глистов, или, грубо говоря, обыкновенную полынь, которую они там как-то обработали, замесили и выдает за супер-дупер. Поинтересуйтесь. Так, сова. Значит, деление на совы жаворонков нету такого, нету такого у людей. Это все искусственно сделали. Человек, да, может углубиться туда, углубиться сюда, и считает, я сова, я там жаворонок. Нет, у нас идут биоритмы с космоса. И мы подчиняемся этим биоритмам. Все, понимаете, водитель ритма у нас, вот солнце, луна, там планеты, и смена дня и ночи. Какие там совы и жаворонки? Так, аккурат в период максимальной активности печени, и как часы уложился. ЖКТ не болело, и печень тоже. Вышел лишь конфуз в лесу при морозе, по-большому приспичило, и когда вернулся с прогулки, в лесу сразу еще раз сходил, и Кал смотрел листов, грибниц и так далее, не увидел. ЖКТ и печень после второго раза успокоились. Из аптечных только вроде один препарат остался из антигристы. Запятая потом, нуксен на орехах. В видосе одном его ГП рекламировал, рекомендовал. Хочу попробовать. Ну попробуйте. Это, скорее всего, нуксен на орехах. Вы как-то вот все-таки понимаете. Глисты у нас находятся у нутрях желудочно-кишечного тракта. А это все, нуксен, это все всасывается в кровь. Это то, что имеется в крови, в лимфе и так далее. Ну, немножечко коственно будут воздействовать на то, что в кишечнике. То есть мы нуксеном протравливаем, грубо говоря, организм, его жидкостные среды, чтобы была. Ясно, понятно. А вот самое главное. А сон был такой. В первую ночь, перед чисткой печени, после видосов, я видел комнату и мне ГП, то есть я, отчитывал номиналом 5000 рублей, 75 тысяч рублей. А на заднем фоне была в самом углу бесовица с хвостом. То есть вот именно насчет бесовиц и прочее, 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 вот это вот, я как-то не особо, хотя эта тема затрагивается во всей литературе, старой литературе, особенно там, допустим, в той же Библии, в Евангелии. Но сейчас это все, так сказать, ушло на задний план, якобы этого нет. И я, вроде как, помалкиваю, но тем не менее хвост вылазит. Итак, щелилась и не хотела, чтобы я этими чистками занимался. Мое мнение. В большинстве случаев та или иная сущность, будем говорить, паразитируется на человеке, и она прекрасна. Когда эту тему убрали из всеобщего употребления, якобы ее нету. И это как раз то свойство, значит, как вот паразиты. Паразиты живут тихонечко и ничем себя особо не проявляют. Да ну там до поры до времени посасывают. Так точно вот эти вот хвостатые сущности, они живут тихо, мирно. Якобы их нету, и это хорошо. И когда мы не знаем, с чем имеем дело, получается, мы все, что угодно делаем, вместо того, чтобы направить свои действия точно в цель. И результат, естественно, нулевой. Так, запомните, для себя, просто отложите, отложите там в памяти. Не хотелось, чтобы я этими чистками занимался, потому что выковырнут ее, не на чем ей держаться, не на чем ей питаться. Тут пришел тут ГП и гонит еще. Так, и второй случай. Делаю в этом году чистку печени, упало давление и пульс ближе к ночи. И тут вижу, появляется образ ГП, опять появляется. Он сразу говорит, получайте поток от из-за динамического моего тяжа в одну тысячу кг. И поток тонкой энергии вошел в меня, образ исчез. Цитило стабилизовалось с уважением Михаила. Как хотите, так и понимаете. Но и этот феномен имеет место быть. Причем это происходит, помимо моей воли, что я кому-то даю. Есть за мной вышестоящие, которые всем этим делом занимаются. Но вы можете сообщить те случаи, когда, допустим, я перед вами являлся и что-то делал. Это будет очень интересно узнать.